Тема урока «Поверхностные течения Мирового океана». На этом уроке мы познакомимся с поверхностными течениями Мирового океана и поговорим о том, какую роль они играют в перераспределении тепла и влаги на нашей планете. Океанические воды представляют собой очень подвижную среду, которая находится в непрерывном движении. Движение вод Мирового океана может быть вызвано различными причинами. Вследствие неравномерного нагрева поверхности Земли в атмосфере образуются пояса с разным атмосферным давлением. Из-за этой разницы и возникают ветры, которые создают движение потоков воды и течения в морях и океанах, оказывающих огромное влияние на природу суши. Но не только ветер является причиной течений. На их возникновение может повлиять разность плотности вод, температура отдельных частей океана. Океанические течения – это постоянные или периодические горизонтальные движения водных масс в толще Мирового океана. Течение можно представить в виде огромной реки, без берегов текущей в океане. На направление течения оказывает влияние сила вращения Земли, рельеф морского дна, контуры материков. В ширину течения могут достигать несколько тысяч километров и сотни метров в глубину. По своим свойствам вода в морских течениях отличается от окружающих вод. Течения бывают теплыми, холодными и нейтральными. В теплых течениях вода теплее окружающих вод, в холодных – холоднее, в нейтральных – близка к температуре окружающих вод. По глубине прохождение течения делится на поверхностные, глубинные и придонные. Подробно остановимся на поверхностных течениях Земли. Они охватывают поверхностные слои океанов и морей до 350 метров в глубину. Основной причиной образования поверхностных течений считают постоянные ветры. На физической карте такие течения обозначаются стрелками. Теплые течения – красными стрелками, холодные – синими. По преобладающему в течениях направлению движения воды выделяют зональные течения, несущие воды на запад или на восток, и меридиональные, несущие воды на север или на юг. Рассмотрим образование поверхностных течений в северной части Атлантического океана. Северо-восточный посад гонит массы воды из Гвинейского залива в западном направлении, образуя северное посадное течение. У восточных берегов Южной Америки оно отклоняется на северо-запад и входит в Мексиканский залив. Здесь образуется сточное течение Гольфстрим. Его название переводится как «течение из залива». Оно проникает в умеренные широты, где господствуют западные ветры. Они перемещают водные массы на восток. Кроме того, вращающая сила земли способствует отклонению течения на восток. Так формируется теплое североатлантическое течение. Среднегодовая температура в нем плюс 25-26 градусов. Скорость течения составляет около 10 км в час. Температура воды в нем выше температуры окружающей его воды. Благодаря этому умеренные полярные широты получают теплые воды. Из этих широт избыток вод оттекает на юг и смешивается у берегов Африки с поднимающимися из глубины холодными водами. Здесь образуется холодное канарское течение. На физической карте хорошо видно, что в северной части Атлантического океана возникает гигантское круговое движение вод, которое движется по часовой стрелке. Подобная же картина наблюдается в Атлантическом океане и к югу от экватора в Южном полушарии. Круговое движение вод происходит здесь против часовой стрелки, так как движение отклоняется влево. Эта же картина основных течений прослеживается и в Тихом океане. Она несколько отличается в Индийском и в Северном ледовитом океанах. Это связано с их особым географическим положением. Также на течение в Индийском океане оказывают влияние мусонные ветра. Одним из самых мощных течений на Земле является круговое зональное антарктическое течение или течение западных ветров. Оно пересекает южные части трех океанов – Атлантического, Тихого и Индийского – в районе 40-50 широт Южного полушария. Если сравнить карту постоянных ветров и океанических течений, можно выделить определенную закономерность. Общая схема течений совпадает со схемой постоянных ветров. Течение оказывает колоссальное влияние на перераспределение тепла и влаги на Земле. В западных частях океана теплые воды течений несут прогретую воду к полюсам, в холодные высокие широты, обогревая их. А на востоке они возвращаются к экватору охлажденными. Течение является своеобразной отопительной системой планеты. Они также оказывают существенное влияние на количество осадков в регионе. Теплые течения способствуют восходящим потокам воздуха и выпадению осадков. Холодные течения охлаждают прибрежный воздух, который не может подняться вверх и образовать облака. Холодные и теплые течения чаще всего подходят близко друг к другу в умеренных широтах. В областях схождения вод, имеющих разные свойства, образуются вихри. Воздушные массы, зарождающиеся над океаном, оказывают влияние на погодные условия суши, расположенные в умеренных поясах. Но океанические течения переносят на далекие расстояния не только тепло, но и химические соединения, живые организмы, а также загрязняющие вещества. Субтитры создавал DimaTorzok